с приветом набутов еще раз привет дорогие друзья утром дар гаде ответить настроение изменилось жизнь продолжается до виктор постоянно себя накручивать даже спать спокойно хочет лишь бы нагнать на себя еще три угла все образуется чисто наш подход не бизнесовый такой ну а вот все принесет согласен я вас больше не накручивай себя не накручиваю никто не накручивать накручивать будет наш один из наших самых любимых экономических экспертов партнер компании rus energy михаил крутихин и мы подводим нефтегазовые итоги года потому что от этих итогов и зависит конечном счете то как мы с вами живем доброе утро доброе утро доброе утро здравствуйте спасибо что пришли с наступающим и вас наступающим с удовольствием к вам хожу а мы с удовольствием вас это пример короче бы я что хотел спросить вот первое такое пробросил вот действительно ли мы наша жизнь так уж зависит от нефтегазовых доходов потому что из телевизора нам часто говорят вот смотрите вот рубль же отвязался уже курс рубля от нефти гнев дорожает рубль стоит нефть дешевеет рубль стоит и так далее и вообще значимость в ввп страны нефтегазовых доходов снижается и так далее так это или нет но откуда у нас доходы кроме как не от нефти от газа ну и от других сырьевых товаров ну хорошо лес лес бриллианты ну это мелочи оружие оружие в каком-то там относительно немного 40 миллиардов уголь первичные какие-то ресурсы типа ну не ну лес руда металлическая так сталь первого переделать металл чугуней что называется вот когда если все это дело сложить у нас 85 с лишним процентов нашего экспорта с сырьевые материалы пшеница вот мы и видите ведущий производитель в мире ну да замечательно но для того чтобы нормальные макароны сделать надо пшеницу из италии вывозить как хотя раньше с кубани ввозить твердые сорта пшеницы в италию вывозили чтобы там хорошие макароны получались а сейчас все наоборот ну а деревяшку везут финляндию финляндии из них делают доски в швеции делают икеи завозят сюда делает 10 концов на переработке ну замечательно то есть мы как сырьевой придаток не только в плане нефти и газа но и в плане много чего еще хотел сказать спутники нет спутники падают косметические корабли не летит машины немецкие явно станкостроение атомпром нет но если посмотреть сколько мы высокой технологии экспортируем по стоимости там в долларах у нас получается ровно вдвое меньше чем чешская республика вот мы где-то на таком уровне стоим то есть половина экспорта высокотехнологичного от чешской республики грустно может кофейку пойдем траурное молчание я просто про финляндию только что рассказывал ну да может быть как-то это за вас связано вот и высокотехнологический экспорт технологичный и школьное образование где-то посмотрите где-то уже даже годы два тому назад эксперты в энергетическом центре бизнес-школы сколько сколько подготовили очень хороший доклад о перспективах мировой экономики и российской экономики энергетики прошу прощения до 2040 года все в сети есть все опубликовано и когда мы стали спрашивать вот другие эксперты по нефтегазу ребята вы не посмотрели что если вдруг вот ну вы предсказываете пик спроса на нефтегаз где-то 2035 год мирового спроса когда начнет все это падать вот что чем каким экспортным товаром или услугами россия может заместить нефтегаз что-то есть вместо этого они потом потупились авторы говорят вы знаете мы два месяца опрашивали экспертов во всех отраслях экономики российской и ничего не нашли то есть заменять так чтобы это был экспортный товар имеющий спрос в мире и такого же объема как нефтегазовый экспорт из россии нету хорошо некоторые мои знакомые там крупные весьма бизнесмены они говорят что вот давайте тогда нефти нефтехимию и газохимию развивать и это продукт продукты переработки и вот мы строим здесь заводы там у нас месторождение ля-ля-ля мы связываем как бы с производственной цепочкой страну на и прочее прочее ну туда добавленная стоимость там более маржинальные дела хорошо в прошлом году мы делали очень большой отчет о перспективах нефтегазовой нефтехимической отрасли газохимической отрасли нефтехимической для иностранного клиента ну нашли кое-какие возможности инвестиции именно в эту отрасль в основном в европейской части россии но там фокус такой что окно которое торговое окно которое открывается для подобных товаров она во первых очень ненадежно и она может схлопнуться довольно быстро потому что конкуренции более дешевых вот этих вещей она ужасно сильна эта конкуренция но где-то вот в сторону европы можно экспортировать а если построить какой-нибудь нефтехимический завод скажем ну как планировалось в рост нефтом в находке планировала до сих пор все планы не отменила или газпром вместе с сибуром собираются в амурской области строить такую начинаем просчитывать передо мной ну расчеты газпрома какие окна вот для этих полиэтилен полипропилен там искусственный каучук и много чего еще можно из этого из газа сделать куда это пойдет и где будет пользоваться спросом и нет окон вот на какой-то один товар два года окно может открыться скажем в индии куда-то в индию возить потом поставщики из персидского залива все это забивают и мы опять где-то то хорошо будем перерабатывать а кому это нужно и кто это купит этого нету для этого рынка замечательно это продукции уже следующего передела все она более дорогая хорошо китайцам будем скажем поставлять китайцы говорят у нас свои мощности поперя по тому чтобы из газа из нефти сделать полиэтилен полипропилен а потом из них тапочек наделать по всему миру разослать нет уж вы наши тапочки покупаете а мы у вас будем нефтегаз так что вот рынок для этих товаров а просчитали российский рынок для того же полиэтилена полипропилена ну если на дальнем востоке строить то там рынка нет но там в год 37 тысяч тонн может что-то такой кто-то потребитель в основном в области строительства но там строительство такого не ведется хорошо так войти понятно это все это уже отставание навсегда компонентной базы мы не производим я просто думает колго одна из главных проблем страны и всех наших психологических отраслей нет собственных плат там чипов и прочее что мы еще можем что что ну вот посмотрели рыба и пшеница ну жратва ладно хорошо поживем увидим все хорошо как вы написали давайте свежая новость прям три минуты назад упал на ленты информационных агентств как раз по итогам года мы так сегодня мы и подводим все нефтегазовые итоги года начата от министра энергетики россии александр нового кстати очень достойного умного и приятного человека так вот по словам министра добыча нефти и газового конденсата в россии в 18 году ожидается на уровне 556 миллионов тонн что ну просто цифры не более того что примерно на 10 миллионов тонн больше чем в прошлом году также мы ожидаем высокие показатели по добыче газа практически рекордные за все время развития газовой отрасли страны семьсот двадцать три миллиарда кубометров мы ожидаем а также отменишься согласно прогнозу минэнерго экспорт газа вырастет на почти на 10 процентов до двухсот сорока пяти миллиардов кубометров ну вот посмотрите нефть у нас в этом году подросла по добыче на два процента фактически десять сколько на одиннадцать вот это на два процента как раз как раз и есть что это означает ну давайте первое значение это этой цифры это значит что мы наврали своим союзникам по опек мы должны были сократить повторяется история 2000 года когда впервые было сотрудничество такое явное с опек и когда им сказали мы на 300 тысяч баррелей в сутки сократим свою добычу каждый месяц говорили что мы все сокращаем и все выполняем концу года посчитали ровно на 300 тысяч баррелей в сутки повысили добычу в россии и что нам сказали в опек а ничего они все поняли что это все пустая трепотня и тем не менее опять с нами вели переговоры замечательно это все а вот тут это следующее вот на уровне заявлений вот того же господина новака который нас совещаниях с опек и после совещания с опек делал заявление о том что россия сокращает и будет сокращать добычу на этих вот заявлениях росли цены и россия больше 5 триллионов рублей дополнительно в бюджет положила поскольку цены на протяжении буквально до 4 октября сначала семнадцатого года и 18 год до 4 октября цены росли сколько по этому году получается по 18-му средняя цена долларов больше 70 да ну больше 70 получается но вы понимаете что вот даже сегодня с утра уже даже по азиатским небольшим объемом цены начали падать на наш бренд там 57 с небольшим долларов уже 50 сегодня было 57 28 но в общем туда вот в ту сторону с утра на небольших объемах а здесь вот чтобы я хотел если уж мы подводим итоги нефтегазового года надо не года подводить а два года то есть семнадцатый восемнадцатый год условно говоря закончившиеся в начале октября это был период замечательной игры на повышение в игру включились во-первых опек и россия и вот партнеры опек которые своими заявлениями пихали вверх цену на нефть мы тут сокращаем вот тут вот у нас проблемы совсем в венесуэле плохо в иране плохо там где-то еще в ливии тоже плохо здесь вот вообще нефти не будет на самом деле нефти был в общем-то переизбыток и эти но эти заявления они действовали на что вот в течение этих двух лет на фьючерсы это был не просто фьючерсы это был такой финансовый рынок нефти бумажной нефти то есть когда торговали всяческими деривативами фьючерсы форварды там какие-то спреды и тогда там целая куча всяких разных документов вот этих бумажных они в несколько десятков раз по объему больше чем на самом деле рынка физической нефти это первое положение а второе но все уже давно поняли что на вот этом рынке торгуют сейчас на финансовом рынке так называемые алгоритмы ну условно говоря программа как виртуальные роботы программы которые реагируют на заявления на заголовки газет и с со скоростью где-то в миллисекунды начинают продавать покупать активы и вот на протяжении двух лет в эту большую игру включились мощнейшие силы то есть это инвестиционные банки инвестиционные фонды и к началу октября они стали с этого рынка уходить они что-то почувствовали что здесь делал общих санулись да и они фиксируя прибыль они слили вот где 222 очень крупных игрока ну у меня список в принципе есть кто уходил это мирового имени банки и фонды да 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 вот это вся публика она вся ушла и сейчас не очень большие ребята они все еще торгуют и торгуют по-прежнему на понижение и очень хорошо берут с этого естественно с этой игры я предполагаю что где-то может быть опять ну на полтора два года хватит может быть мы вернемся к той ситуации которая была в пятнадцатом шестнадцатом году после того как в конце 14 года цена на нефть упала ее не упала она была где-то примерно в коридоре немножко понижающимся коридоре в районе 45 долларов за баррель вот она там держалась после того как не включились вот эти ребята в игру большую и сейчас мне кажется опять наступает какой-то такой период где нефть может но на протяжении нескольких месяцев а может быть года может быть полутора лет держаться в коридоре вокруг отметки 60 долларов за баррель то иду вполне приличная отметка которой хватит физически для того чтобы и инвестировать в новые проекты в некоторые и для того чтобы потребитель был доволен и продавец тоже да хорошо мы сейчас вернемся к так называемой цене отсечения и того сколько остается в бюджете сколько могут себе положить нефтяники к налоговому маневру и отношениям белоруссии которые напрямую связаны с нефтегазовым рынком и так далее но сначала у меня вопрос вы да удивительная история что все говорили что в рамках договоренности опек плюс снижают добычу знаете никто ничего не снижал но при этом цены росли на слухах нефтегазовый рынок это слухи да это спекуляция все правильно вопрос вот какой но есть же еще объективные вот гадеева не даст соврать как раз мы обсуждали с ней перед перед эфиром и как специалист раз говорим что есть объективные политические реалия это всевозможные конфликты это во первых фактически по стадии коллапса и предгражданской войны в венесуэле это пускай это не самый большой некрупный экспортер но до нефти но тем не менее а значит это конечно опять эмбарго и разрыв опять отношении сша и ирана ну посмотрите плюс северная африка да 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 ну вы смотрите смотрите с ираном как получилось стали делать заявление о том что будет полный эмбарго иран то трамп об этом объявил что иран вообще ни одного барреля нефти не сможет экспортировать вообще никуда цены куда пошли цены вниз пошли они вверх то есть публика поняла что эти объемы ирана первое довольно легко могут заместить другие нефтедобывающие страны включая соединенные штаты да и второе это то что иран ну в принципе вот я позавчера слышал выступление иранского министра иностранных дел он хитро ухмыляясь в катаре он выступал он говорил ну ребят ну мы будем по-прежнему экспортировать нашу нефть мы не скажем кому не скажем как но как-то я могу показать что схемы подобные есть то есть на рынке физической нефти уход так называемый виртуальный уход из ирана он не очень-то скажется 1 венесуэле давно поставили крест но все знают что небольшие объемы она все-таки еще способна какие-то поставлять которые ну американскому рынку они бы пригодились конечно но другим рынком а им как-то с этого нечего иметь но американцы из принципа не покупают по политическим соображениям и даже по-моему в обход не покупают никаким образом них ну неважно с ним все понятно а зато наши активно кредитуют коллапсирующую венесуэльскую экономику рост нефть вкладывает колоссальные деньги в виде кредитов разнообразных на которые потом обеспечивается отбором определенной квоты нефти с которой непонятно что делать насколько я понимаю венесуэльская нефть получается очень дорогой а счетом транспортировки его в индию или китай она просто получается золотая и потом ее очень трудно даже в танкеры запихивать потому что она очень густая ее нужно разбавлять какой-то легкой нефтью а на месте ее практически все уже выкачали венесуэльцы они как-то не рационально это делали и нужно искать правильно я понимаю что вместо того чтобы инвестировать собственные проекты на территории нашей страны фактически один из государственных монополистов компании роснефть по абсолютно политическим соображениям естественно по прямой указанию инвестирует в венесуэльскую экономику не маленькие деньги это миллиарды долларов так я понимаю правильно нет неправильно так но почему политическим то вы понимаете в чем дело если здравый политик видит такой режим как в венесуэле он понимает что ему скоро кирдык так то есть дышит наладан режим экономики вообще никакой вернуть какие-то деньги это вот как вы на биржевом рынке говорят хвататься за падающий ножик а тут начинает возникает вопрос ребят зачем вы просто даете просто поддержать хорошего человека это первый вопрос я не вот так в такие игры не играю второе из политических соображений вот давайте посмотрим когда был советский союз то советский союз очень много тратил денег на поддержку режимов национально-всподительных движений политических партий и так далее очень большие деньги ну да там были откаты могу пример привести там все это было как полагается теперь в наше время во первых ну вот таких денег на то чтобы поддерживать целые страны режимы и целые блоки но в россии нет это первое соображение второе та публика которая принимает решение по расходованию подобных средств она к фондам имеющимся вот этим финансовым она то есть не так как государственным фондом а как собственному карману то есть фактически они должны из своего кармана выдать деньги и оплатить товарищу мадуре дальнейшее значит сохранение у власти с какого вот это их деньги фактически они им распоряжаются почему они должны это делать меньше дивидендов в госбюджет заплатить что договорятся нет нет и возникает естественное предположение что единственная схема которая оправдывает вот такие расходы это схема отката или кто-то по криминальной схеме выводит какие-то деньги себе на свои где-то счета за границей и платит откат товарищу мадуре за то что тот выступает в виде ширмы о получении а потом эти деньги списываются естественно когда мадур не в состоянии их вернуть естественно не в состоянии и когда я смотрю на вот эту гигантскую экономическую помощь которая кому-то где-то ведется под каким-то соусом у меня первое подозрение что деньги которые отсюда идут они идут из вот этого извините будем называть это общаком вот деньги которые туда идут за границу на помощь ну во первых без откат невозможно а во вторых судя по всему откат то платят тому кто получает они они наоборот вот это удивительно ребят вы послушайте какая удивительная ситуация мы вкладываем в коллапсирующую абсолютно на дне где нет туалетной бумаги венесуэлу уже было до вот этих 6 миллиардов долларов до этого нет было уже 21 миллиард по разным каналам рост нефть вложила 6 миллиардов от из этих 21 а сейчас дополнительно еще 6 миллиардов туда пошло и никто эти деньги конечно возвращать не собирается ох ты елки-палки то есть вы хотите сказать что мы платим откат весьма вероятность ситуация скажем так но это мы можем предположить это единственное объяснение вот этой абсолютно нелогичной тратить денег на наших денег денег налогоплательщиков да ну просто смысл вкладывать под обеспечение ненужной нефти которую некому продать на безумно дорогая получается вкладывать огромные средства но я только я это оправдал некими политическими там вопросами присутствия так сказать в подбившие соединенных штатов как кубе помогали я насколько понял это сейчас ну относительно не самый главный резон значит вы хотите скажите есть такая схема прокручивать я хочу сказать что это единственное логичное объяснение такой схемы та же самая ситуация например вот то что с так называемой сирийской нефтью ну нет там достаточно нефть он там гигант надо десятилетия тратить на то чтобы хоть что-то для самой сирии начать добывать нет подписываются какие-то там соглашения зачем вот да на две скважины какие-то подписывать гигантские соглашения с конторами которые принадлежат путинскому повару пригожину но и это единственное что потом из государственного бюджета на развитие и восстановление сирийской нефтяной отрасли я эту отрасль беру в кавычки она просто не существует пойдут а большие большие российские деньги куда они пойдут ну естественно как будто они пойдут на восстановление сирийской нефтянки на самом деле это конечно туфта потому что никто никакую нефтянку там восстанавливать на протяжении десятилетия не собирается по сирии сложнее сказать нам сейчас надо как-то подумать вот эту мысль я сейчас говорю мы ничего не утверждаем мы разбираем существующие из открытых источников существующие цифры делаем выводы исходя из-за элементарного здорового с профессионалом из и партнером известнейшей российской консалтинговой компании русэнерджи михаилом крутихи я напоминаю что ваши комментарии вопросы вы можете отправлять на наш смс портал вот сапа мы продолжим буквально через несколько минут с приветом набутов да друзья интересно я напоминаю сейчас мы проводим с экспертом по нефтегазовым рынку партнером компании русэнерджи известнейшей консалтинговой компании на нашем рынке михаилом крутихиным миша спасибо очень интересные вещи да прям масштабно да я когда-то думал что у меня нефтегазовой увлеченности лет на 20 хватит а я уже 25 лет этим занимаюсь и все интереснее и интереснее деньги какие амбиции какие все же интересами страны можно прикрыть понятно ну ладно посмотрим посмотрим давайте про наш дорогие про успеха про дела вот понятно чтобы все рынок политизирован чрезвычайно про наши геморрои с строительством северного потока ну не только северного потока вообще спрашивают он в принципе будет но есть еще турецкий поток есть северный поток вот эти вот потоки то они все-таки идут вперед и китайский поток еще с неясной ценой в ну там то вообще если представители министерства энергетики в нашем парламенте объявляют что это с самого начала был некоммерческий проект то что о нем вообще говорить это чисто из наших денег налогоплательщиков оплачиваются интересы китая и интересы наших труб поставщиков и строителей но вы вспоминаете собственно говоря нашумевший доклад фэкпом зовут это ведущий аналитик сбербанк который был уволен после этого десятилетия был одним самым авторитетных людей написал что единственным выгодоприобретательным во всех этих больших стройках потоков всевозможных в том числе являются люди которые их собственно говоря и строят ну не только там еще по трубам есть потому что где-то ну давайте вспомним в 2007 году было совещание у путина когда он пригласил руководителей четырех российских компаний которые выпускали трубы для газопроводов и сказал что это за безобразие мы вынуждены трубы большого диаметра закупать в германии японии вообще ужас какой на украине давайте-ка налаживать у себя они ему говорят вы знаете это огромные деньги да говорят деньги берите кредиты и налаживайте а они говорят а кто будет кому они нужны то вот эти вот трубы он говорит рынок будет после этого появились вот эти гигантские все потоки проекты силы сибири и гигантский коридор который от ямала проложен к балтийскому морю и оттуда же значит идут к югу на к черному морю новые газопроводы забешенные миллиарды миллиарды вместо того чтобы использовать старые вполне исправные газопроводы которые не загружены из-за того что у нас там большие старые месторождения в районе ямбурга уренгоя они уже ну как бы на стадии умирания находится и туда газ надо пускать а газа в общем-то газ там кончается вместо этого проложили с ямала до балтики только с ямала до балтики вот мы еще в 2002 году оценивали сколько должно стоить 44 миллиарда долларов про это как тут никто не вспоминает говорят что у нас северный поток 2 там будет стоить 9 миллиардов с чем-то ребята эти-то деньги которые вот оттуда 8 ниток с ямала которые прут через байдорадскую губу и дальше вот по дикой тундре до ухты и дальше дальше вот до балтики это никто не считает что это из кармана в общем-то наших пенсионеров учителей библиотекарей и даже оборонки вынуты и запихнуты вот ладно вы их тоже не обижайте у них все нормально они будут получать 20 тысяч пенсию ну вот они вот две тысячи какому-то ну а с этой трубой могли бы могли бы побольше получать что называется но это пущено вот на это это значит работает промышленность работают строители труб у нас растет ввп из-за этого и все же закладывается а кому это нафиг нужно то есть ну нет этого это не было никакой необходимости во всех этих потоках потому что уже имевшихся мощности газпрома в сторону европы было вдвое больше чем можно прокачать туда газа в европу вместо этого строится новые совершенно никому ну было было такая вот было предположение что для того чтобы украину наказать обойти ее с юга с севера и замкнуть эти вот трубы в австрии украина будет без транзита потом посчитали посчитали оказывается невозможно без транзита украинского потому что эти трубы но они вот работают под постоянным давлением и вдруг где-то в европе повышается сезонным характером потребление потребление повышается падает вот эту гибкость могут может обеспечивать одна украина со своими подземными хранилищами запасными путями обхода и так далее вот ее газотранспортная сеть она очень нужна газпрому сейчас выясняется что она сохранится после строительства даже если все вот эти потоки войдут вход до северный поток 2 о котором сейчас говорим в него наша часть уже вам построена нет ну во первых наша часть от ямала уже построен и расширяется 44 миллиарда долларов 44 миллиарда долларов мы уже не шесть уже в бухнули в которых не было необходимости в бухнули больше потому что это была оценка 2002 года этого проекта газпромовская была даже отца ну так вот вот это вот труба да туда деньги вкладывают иностранные компании которые входят в нас в пул финансирования этого проекта уже больше трехсот километров то есть фактически треть всего расстояние по балтике она уже проложена в наших финских водах дальше идет дальше у нас ну есть проблема обойти каким-то образом территориальные воды дань которая пока не давала своего согласия это обойдут обойдут не через территориальные воды через зону экономической что называется ответственности дании там нужно просто уведомить и подтвердить что это экологически чисто пройдут это все можно вот это задержит сколько-то проект но дальше есть еще одно небольшое препятствие оно довольно серьезное на территории германии этот газ должен попасть в попасть в новый газопровод который называется ну по-немецки ойгал по-английски югал то есть европейского вот этот самый газопровод а по нему нет решения что по нему можно прокачивать исключительно российский газ газпрома то есть вот то та же самая история что с газопроводом опал и северным потоком 1 повторяется то есть там очень будет трудно получить какие-то вот разрешения от регулятора рынка вот на это но это все а газа транспортную систему избыт газпрому не отдали запретили но естественно нельзя потому что есть антимонопольные законы в европе и газпром им обязался им подчиняться полностью потому что иначе ему грозил чудовищный штраф там комиссия вела расследование по его по его монопольным практикам и он все признал все эти беды со всеми обещал рассчитаться и полностью следовать всем правилам антимонопольными европейского союза это вот пока еще не но трубу построят да сейчас иногда говорят вот американцы введут санкции против этого и делал мы слышим заявление то есть госдепа то еще откуда там санкции ну как это можно смотрите в действующем законе о санкциях которые вот сейчас в америке действует там написано да против этого проекта белый дом может ввести санкции но только по согласованию с европейским партнерами соединенных штатов это означает что без согласования никакие санкции вводиться не могут это закон запрещает фактически то есть американцы не введут санкции теперь говорят вот немцы запретят смотрите европарламент там что-то такое принял но европарламент это вот без принятия закона вот все эти резолюции это благие пожелания а германия вот как таковая она коммерчески ну как правительство германии запретит коммерческий проект это просто чисто коммерческий проект на который уже все разрешения выданы экологические инженерные черт знает какие разрешения то есть правительство это не в россии где один начальник может что-то запретить а там вот но нету такого инструмента который вот позволили бы меркель запретить этот проект нету тем более что германия очень заинтересована в том чтобы ей на халяву открыли еще один маршрут прямой доставки газа из россии нет немецкие интересы и вообще европейские они пай в конце концов они по рыночным ценам покупают условно то есть никаких санкций никаких санкций не будет против северного потока 2 теперь турецкий поток там вообще очень веселая ситуация секунду давайте с северным закончим но есть же еще давление американцев и политическая и экономическая в том числе с помощью представления преференции чтобы все-таки постепенно диверсифицировать рынок а каким на основании каких документов нет я согласен я имею все поток построили допустим допустим газ пустили но американцы хотят выйти на европейский рынок своим жидком что такое американцы хотят выйти на европейский рынок это вот ну то есть трамп об этом заявил что нам хотелось бы чтобы американский газ вытеснил газпром с этой условно смотрите что дальше происходит хорошо вот американцев идет бурный рост экспорта сжиженного природного газа. И дальше будет еще больше. Сколько они построили уже терминалов? Нет, сейчас пока три терминала, но они расширяют линии на этих терминалах и строят следующие. А у нас один, да, пока только на Ямале? Нет, у нас, во-первых, на Сахалине у нас есть терминал. И на Ямал-СПГ. Но будет на Балтике, там есть планы расширения, план строительства. Но, что такое американский газ для Европы? Вот сначала экспорт американского газа вообще, экспорта газа. В Европу попало 11% всего. Таким образом, вот газ, который покупают на терминалах на берегу в Соединенных Штатах, он, когда поступает в танкер, который там, он перестает принадлежать экспортеру. Его тут на условиях ФОБ покупает новый трейдер. Это может быть Шелл, может быть Трафигура, может быть кто. И дальше он везет туда, где цена хорошая, где он договорился. То есть, это не, уже не американский газ. Это газ, принадлежащий трейдеру какому-то. И когда говорят, вот американский газ побьет там, ребят, какой трейдер поставит этот газ? Маленький пример. Когда стали экспортировать газ с Ямала, наш, российский, пока он в недрах лежал, он был российский. Первое. Экспортировал его международный консорциум в составе, значит, нашего новотека, французов и китайцев. Это уже их газ, это уже не наш газ. Им это дело все подарили уже, фактически. Поскольку никаких дологов с него не берет наша страна. Дальше. Они продали этот газ прямо вот в этом самом судне, перевозящем его, какому-то торговцу. И торговец посмотрел, где цена выгодна, и повез этот газ в Бостон, в Соединенные Штаты Америки. Потому что это его газ. Да, поэтому наши, кстати, говорят... Это его газ. Наши туда заходят. Это не экспорт российского газа. Это не... В Европу будет попадать не американский газ, а газ, принадлежащий каким-то трейдерам. И вот вся эта шумиха вот каких-то пропагандистов, потому... И того же Трампа, который там вот эти заявления делает. Трамп не может давать указания, куда продавать американский газ. Газ продали на терминале, и куда его повезет новый владельец, это его личное дело. Понятно. Более-менее ситуация понятна. Сахалинский наш завод, по-моему, загружен на Японию и выкуплен там на годы вперед. Ну, там не только Япония, там еще и Китай, и Тайвань, и... Ну, в общем... Да, просто та же самая история. То есть торговцы, которые это дело покупают, они везут туда, где они уже договорились. Интересно. Что касается Южного, значит, потока вы заговорили. А Турецкого. А Турецкий поток. Ну, планировали четыре нитки. В конце концов, поняли, что четыре нитки вообще везти абсолютно некуда. Хотя бы две построить. Турки согласились на одну. Хорошо, говорят, мы возьмем у вас по одной нитке газ, там 16 с небольшим миллиардов кубометров в год. Нет, не так много. Да, нет. Но оно заменит украинский маршрут для Турции. Для Турции. Там небольшой украинский маршрут через Румынию и Болгарию туда идет. Хорошо. Там тоже не все ясно, потому что не ясно, как болгары будут получать газ снова по старой трубе или опять из Турции через новую. Там много. Но наши решили и вторую трубу устроить. Но турки сказали, хорошо, вот достраивайте, мы там ее соединим с чем хотите на территории Турции, мы там достроим свое. А куда пойдет вот газ из второй трубы? И мы никак понять не можем, то ли он пойдет дальше в Италию, как хотели, то ли он войдет в Болгарию и пойдет в Евросоюз, то ли он войдет через Грецию дальше в Сербию куда-то там. Вообще непонятно куда. Вот это не решено. То есть мы строим трубу, не имея ни малейшего представления, куда дальше пойдет газ. Лишь бы трубу построить. Так же было в точности с Южным потоком вот этим, когда 17 миллиардов долларов потратили на газопроводы, которые шли по территории России. Сейчас 510 километров из этих труб сказали, что они вообще никому не нужны. Давайте мы еще контракт заключим с теми, кто их укладывал, чтобы их оттуда вытаскивать из земли. То есть довольны все. Компания товарища Ротенберга, который выкладывал эти трубы, теперь она их выкапывает оттуда и деньги получают вдвойне. Но, то есть вбухали деньги, не имея никакого разрешения от Евросоюза, чтобы войти на территорию Евросоюза с этим газом. Сейчас опять нет никакого разрешения. Кирилл из Красногорска. Доброе утро. Был на Бурятии. Там газа нет. Люди довольны тем, что строятся газопроводы в Европу и Турции. Это Иркутск. До сих пор газ не провели. Целая республика без газа топится углем, пишет нам Кирилл. Я всегда задаю этот вопрос. Какой процент у нас, ну я не знаю, как правильно посчитать, по количеству домохозяйства, по количеству людей не газифицировано в стране? У нас считают среднее по стране газификация там где-то вот, ну чуть ли не 70%. Ну это все. Ну как, это температура по больнице. Потому что есть области, где ноль газификации. Ну вот так, что Бурятия. То есть вот навалом таких областей, где ноль газификации. Газпром в этом не заинтересован. Я смотрел... Я понял, что там рынок маленький, ну что там эти потребители по свои 50-62 рубля в месяц будут заказать? Когда Газпром обсчитывал, сколько газа потребуется вот по маршруту следования силы Сибири туда, в Китай, большая труба идет все-таки из Якутии, потом Иркутскую область подключат к этому хозяйству. Два больших месторождения, сателлиты, они все это в Китай будут качать. Он просчитал, у меня есть эти расчеты. Он говорит, вот даже в 40-м году, в 2040-м году, 3,4 миллиарда кубов будет только по дороге расходоваться из этой трубы и только... и не на хозяйство, не на дома. Это промышленное потребление. То есть не раскатываем губу, ребят. Нет, никакого. Мы буквально через несколько минут продолжим этот разговор. Михаил Крутихин в гостях у Серебряного дождя. С приветом, Набутов. Вот спрашивает Виктор, а нельзя каким-то образом стимулировать Газпром газифицировать Россию? Ну, вот стимулировали его потратить миллиарды долларов на то, чтобы строить никому не нужные газопроводы, неэкономические, которые никогда не окупятся и не оправдаются. Ну как, это указанием сверху, потому что Газпром, это не Миллер дает указания своей компании, это он получает указания непосредственно из Кремля. Но если из Кремля дадут указания газифицировать какие-то российские регионы, ну, наверное, пойдут. А так, лучше деньги переводить Мадуре или Асаду, чем благотворительностью заниматься. Схемовые объяснения. Развитие внутреннего рынка, это другое качество жизни, газ. Ну, для того, чтобы развивать внутренний рынок, наверное, ну, например, можно было бы понизить цену на бензин и дизтопливо, чтобы развивать внутренний рынок. Очень здорово бы активизировало это. Нет, нужно признать бензин и дизтопливо предметами роскоши, обложить их дополнительно акцизами и каждый год еще увеличивать эти акцизы. То есть все-то идет не для того, чтобы развивать внутреннюю экономику, а где-то вот с фискальной целью набить вот тот самый общак, который потом будет расходоваться, ну, я уже объяснил, куда. Да, в общем, все понятно. Последний вопрос в связи с этой темой, это, конечно, взаимоотношения с Белоруссией, так сказать, налоговый маневр пресловутый и чрезвычайно жесткая болезненная реакция Лукашенко, который впрямую объявил о том, что пытаются забрать Белоруссию, инкорпорировать ее в Россию и так далее, ну, шантажируя нефтегазовыми деньгами. На которых, в общем, Белоруссия довольно долго существовала, это правда. Ну, это очень противоречивый вопрос. Ну, давайте, создали союзные государства, единые. Если у вас союзные государства, то действительно тогда обе части вот этого союзного государства должны пользоваться, ну, теми же самыми правилами, как бы, рыночными правилами. А то где-то что-то есть, а вот в отношении нефти и газа, извините, тут правило, тут табачок в рост, что называется. То есть мы в Белоруссию просто так вот поставлять, так как в Смоленскую область, например, газ и нефть, мы не соглашаемся. Там нужна цена совершенно особая. А с другой стороны, если Белоруссия отказывается в рамках союзного государства учредить единый, например, эмиссионный центр единой валюты, а без этого, ну, никак вот не получается единый союзный государственный. Так, они же говорят, что вот это такой более углубленный вариант интеграции, следующий шаг — это единый суд и единый эмиссионный центр валюты. Ну, вот до сих пор у меня впечатление, что это вот все на словах. Вот какие-то некоторые моменты существуют, а то, что позволяло бы считать это единым государством, вот этого самого главного и нет. Да, более того, и таможенные пункты ставят, когда надо Белоруссам или наши. Тут война, понятно, такое союзное государство действительно чисто в речевой фигуре речи. Ну, была когда-то, помните, таможенным союзом назывался, была такая шутка, что вот европейский союз для европейцев, а таможенный союз для таможенников. Для таможенников. Абсолютно верно. Но, тем не менее, факт ставится фактом. Денег-то им не дают сейчас. Ну, и денег, естественно, не дают. Но не заработать считают, что это с этой точки зрения, это другое государство. А потом тут есть действительно про противоречие. Ну, смотрите. Это цена, это цена. Мы же понимаем, что это цена лояльности. Я думаю, у нас минута до конца эфира, я хочу про противоречие. Это цена лояльности. Потому что, с одной стороны, ну, поставлять туда беспошлино нефть, газ там и прочее, позволять белорусам экспортировать часть нефти и газа, получая за это ту прибыль, которая могла бы идти в российские нефтяные компании и российский бюджет. Но это цена. Вот. Ну, видимо, цена не докупили. Ох. Ну, в общем и цел. Значит, ваш последний. Паш, прогноз. Средняя цена барреля в следующем году? Ну, мне кажется, что трудно предсказать. Это неблагодарные совершенно за занятия. Но где-то, мне кажется, что коридор около 60. Что, в принципе, для нас, ну, пока приемлемо. Да, потому что у нас бюджет под 40. 43. Да. Ну, 43. Вот в Катаре, я узнал, 44 с половиной. Они вполне выдерживают все это. Ну, ладно, дай бог. Не все так плохо. Спасибо вам огромное. Как всегда, потрясающий эфир. Михаил Крутихин был в гостях у Серебряного Дождя. Спасибо, Михаил. Всегда ждем вас в гости и с наступающим. С наступающим. Вам спасибо и вас. Благодарим, что интереснейший рассказ. Спасибо.